Справка стопы нужна, в первую очередь, если выпирает косточка на большом пальце. И второе, по частоте встречаемости, это когда больно наступать на пятку. Часто ставят диагноз «пяточная шпора», по факту пяточная кость всего лишь сместилась, и давление идет не на ту поверхность, на которую предназначена природой. Возникает резкая боль, если встаешь на пятку, но в определенном положении, то есть она такая мигрирующая. И то, и другое можно вполне просто исправить руками. Чтобы собрать стопу, начинать нужно, конечно же, с позвоночника. Но сейчас я буду показывать просто стопу. Нас интересует голеностопный сустав, малоберцовая кость, ее расположение в колене и в голеностопе опять же. Потом крупные кости, следующая пятка, потом по аналогии с пястными костями, вот этими. Я начинаю с вытягивания пальцев, и подготовка, и успокоение. И достаточно громко хрустят, потому что, как правило, мышцы напряжены. Сама пяточная кость я ее фиксирую рукой. Для начала вытаскиваю стопу вперед. Здесь был глухой хруст, голеностоп разблокировали. Малоберцовую кость большим пальцем подтаскиваю на себя, с поворотом освобождаю. То есть теперь она шевелится с двух сторон. Все, голень перебрали, стопа. Вот я взял пятку. Теперь мне нужно ее, ну как обычно, с вытяжением на себя, снизу, вбок, в другой бок и обратно назад. У меня нет задачи кости вытащить и поставить ее точно на то место, где она должна стоять. Я растягиваю, стимулирую определенные мышцы, которые имеют к ней отношение. Они как будто бы просыпаются, их томос обновляется. И включаясь, они сами ставят на место. Я должен просто достаточно спокойно отпустить. К тому же принципу ставлю кости свода стопы и сами пальцы. Суставы между этими костями очень разнонаправленными. То есть поперек под разными углами есть один боковой стык. Поэтому и движения такие хаотичные. Хотя на самом деле каждое движение имеет конкретную цель. Просто из-за навыка я делаю достаточно быстро и как-то замедлиться уже трудно. Под конец проверяю тонус сгибателей и разгибателей пальцев, чтобы пальчики тянулись легко. Проверяю тонус мышц ног в целом. Проверяю тонус。 Вау.